Строительные работы коллектора в Нижнем городском парке выполняются методом щитовой проходки. Со стороны действия бригады похожи на работы шахтеров. Они прорубают проход, в него заезжают тележки, которые затем вывозят грунт на поверхность. Будет проведена работа по реконструкции старого коллектора ливневой канализации, который проходит по проезжей части улицы Свобода, и строительство нового коллектора ливневой канализации с запуском, с подключением к колодцам, но в существующем. Крепления в тоннеле делают железобетонными тюбингами. Сборные крепления соединяют специальными металлическими шпильками. Затем в коллектор проложат трубу длиной порядка 40 погонных метров. Полость между тюбингом и трубой зальют бетоном. В тоннеле сейчас две камеры, одна рабочая, другая приемная. Муниципальный проект вместе с ремонтом проезжей части дороги улицы Свободы, площадь Свободы, улица Гагарина и улица Спортивная. Сумма проекта составляет 196 миллионов 860 тысяч. Сами работы по выполнению проходки щитовой ремонта коллектора составляет около 15,5 миллионов рублей. Именно в стоимость коллектора входит щитовая проходка, которая сейчас выполняется, если вы видите. И подключение его к существующим колодцам, что с той стороны проезжей части, что с этой стороны проезжей части. Надо отметить, что строительство данного объекта ведется подземным способом, методом щитовой проходки. Эта технология была выбрана не случайно. Этот способ хорошо себе зарекомендовал в городских условиях, так как не мешает ни проезду машин, ни пешеходам. Все строительные процессы происходят непосредственно под землей. Помимо реконструкции старого коллектора, ливневой канализации в Нижнем городском парке и строительства нового, в нашем городе будут проведены и другие работы, связанные с ливневками. Опять же, в рамках ремонта дороги будет выполнено строительство ливневой канализации. Это Васильевский проезд и Сережин переулок. То есть также там проводятся ремонтные работы дорог и строятся новые сети ливневой канализации. Работы по реконструкции старого коллектора, ливневой канализации в Нижнем городском парке и строительства новой ливневки планируются завершить до 1 сентября этого года. На Васильевском проезде и Сережином переулке строительство закончится до конца августа.